Итак, маленький мальчик Дима Маликов и маленький Володя Пресняков тоже побывали, как выясняется, на этих первых заграничных гастрольных поездках, в 75-й год, говорит Финнокор. Ну, в 75-м, да, но я почему-то помню, мне кажется, все-таки Болгария была у нас первая. Болгария запомнилась больше, чем Германия, да? Нет, первая, Лена, не... Первая, сама, первая за границей у нас, в 70-м, да, это как раз вот была Болгария, запомнился этот автобус, набитый рулонами материи. Такая мохнатая материя, помню, рулоны ее брали, чтобы сделать там, покрывало себе. Потом я помню, я себе так вообще пальто сшила, да, недолго его носила, но неважно. А вообще у нас в основном в Германии, там, где наши войска стояли, там я... Туда ездили? Да, туда мы ездили. В следующий звонок из Минска, тогда это... Туда, там тоже стояли наши войска, но тогда это была наша страна. В Минске. Принимаем звонок из Минска. Мы там были. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Очень приятно, Виктор. Спасибо, Володя, очень хорошая передача. Спасибо вам. Спасибо. С удовольствием смотрю. Спасибо. Из двух составов самоцветов, ваш состав мне нравится больше всего. У вас хороший вкус. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. На счет джинсов, значит, мы в Минске, значит, практически невозможно было купить джинсы, и мы ездили в Вильнюс, в соседний запад так называемый. И то там надо было тоже, так сказать, поймать где-то в гастрономию, до их гастрономии, господинь, в Венермаге, нарваться на них. Первые джинсы, это были джинсы FUS, назывались, и стоили 80 рублей. Ну, как у вас... Это госцена, да? Да, госцена, без всяких перепродаж и так далее. А какой это год-то? 80-й. Это уже поздно. Это поздно уже было. Поздно, да. Ну, это когда уже... Ну, не, нормально, нормально. Поздно, да, расстроился. Это поздно, я имею в виду, когда они официально были в продаже уже практически. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы вам нравится этот состав самоцветов. То именно этот состав сегодня поет для вас. Не только для Минска, не только для Таллина, но и для всех, кто не смог там дозвониться, хотя у нас есть еще 10 минут, еще успеете. Следующая песня. Да, тоже все, ностальгические воспоминания нас двигают к тому, что нужно... Налетели дожди? Да, нужно делать что-то в современном, как бы, варианте, но, тем не менее, песни просят того времени. Они себя доказали свою самостоятельность. Говорят, что любовь забывается, и коленка от тебя закрывается. Говорят, что ходил, все напрасно рядом. Говорят, что мы с тобой люди разные. Налетели вдруг дожди, нас кандалили. Говорят, они свято не оставили. Но дошла в садах, сиреней до кипения. И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. И словами о любви губы связаны, и случайно, может быть, были сказаны. Только были те слова, ветром брошеные. Растучали по земле, как горошины. Налетели вдруг дожди, нас кандалили. Растучали по земле, как горошины. Растучали по земле, как горошины. Говорят, они свято не оставили. Но дошла в садах, сиреней до кипения. И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Что любила ты меня? Не рассказывай. Затянула узелок, не развязывай. Ты ушла за синий лес поздней осенью. Разлюпила, говорят, да и бросила. Налетели вдруг дожди, нас кандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах, сиреней до кипения. И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Ла-ра-ра-ра-ра Браво! Потрясающая песня Спасибо У нас мало времени до конца эфир остается Я так надеюсь, что мы еще успеем что-нибудь исполнить Очень хочется услышать песню «Все, что в жизни есть у меня» Я очень хочу ее услышать, любимая песня Одна из прямой эфир Доказательно, мне нравится, когда что-нибудь происходит в эфире Когда кто-нибудь падает? У нас все время. Я все время падаю. Вячеслав, здравствуйте. На прямой связи с нами Вячеслав. Откуда вы нам звоните? Добрый вечер. Здравствуйте. Это город Луган, между Ленинградом и Псковом. Очень приятно. Значит, я хочу поблагодарить ансамбль «Самосветы» за их творчество. Вас, Владимир, за эту программу. Спасибо вам большое. Спасибо. И вот противорез этому товарищу. В 2003 году, когда я впервые услышал ансамбль «Самосветы», это был город Советск. Они ехали, по-моему, из Германии тогда, через их бывший город. Август месяц. Мне было 20 лет. И мы все слушали ансамбль «Самосветы», «Поющий гитар», «Бесмеры». Я не знаю, на каких песнях, где Петрл, вырос этот товарищ. Но сейчас, по-моему, все, вся молодежь, даже нынешняя, когда собирается вместе в дитбоп, не поет. А поет песни именно те, которые мы, когда-то на которых росли. Да. Спасибо вам большое сейчас. Спасибо. А что джинсов? А что джинсов? В 2010 году я одел уже сапоги, и мне не пришлось поносить джинсы. В 1978 году, Чехословаке, будучи офицером, я купил их на Кроме, но за сколько не помню. Спасибо вам большое сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас мало времени, можно я вам задам каждому какой-нибудь ностальгический вопрос отдельно? Ладно, вот вопрос вам, Лена. Что это был за вокально-инструментальный ансамбль «О чем поют гитары?» Коротко можете мне ответить, что это был за ансамбль? О чем поют гитары? Что это был за веа? Ну, о чем поют гитары? Ну, о чем поют гитары? Мы прошли с огромным успехом, но там были вещи просто такие, джазовые композиции, то есть там почти не было, как сегодня говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, ну, довольно-таки так серьезно, но почему-то, видно, то, что вызывало какой-то интерес, я не знаю. Вопрос к Георгию. Что за спектакль был Георгию? Расскажите мне, поделитесь, я-то не знаю. Спектакль назывался «Игра в волшебный тир». «Игра в волшебный тир» — это был спектакль, который самоцветы сделали в 1985 году. Так, что, в чем это сейчас? Я как раз еще тогда и не работал, когда сделали это спектакль. Тогда пополечился вам, задавая этот вопрос, да? Да, да, я как раз только готовился прийти, и, собственно, из-за этого спектакля я... Ты был один из самых первых, кто увидел его из зала? Да, да, да. Вопрос Олегу, можно я задам? Алик шел костюм. Алик шел костюм очень хорошо. Олег, правда, что в СССР самым модным был в РИТе Союз? Да. Правда, да? Правда. Чем же оно таким модным было? Почему туда население так влекло в Советском Союзе? Ну, во-первых, там был потрясающий ансамбль. Вот Георгий в нем как раз и дал. Кстати, вопрос о Союзе, наверное, можно было поменять. Он действительно был лучший в тот момент. Я просто перед этим работал в другом ресторане. И это вот легенда ходила об этом ансамбле. И там были самые красивые девушки, которые работали. И был замечательный руководитель Юрия Черенкова, который сейчас уже известен. Да, 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 да. И, конечно, те люди, которые посещали. Это начиная с Леонида Ильича. Ну уж прямо Леонида Ильича. Ну, Галя-то вообще просто не вылазила. Ну, Галя, да, но она же не Леонида Ильича. Ну, тем не менее. Ну, он же приходил за ней туда. Да, конечно. То есть Галина Брежнева была, да? Вот в РИТ-Союз бывала. Да, очень часто. Ну, это ее любимое место было. Она очень часто была. С компанией? Да, конечно. Развлекались там они каким-то образом? Да, постоянно. Набиралась она? Спрашивает Лена, очень интересует, набиралась ли она? Давайте не будем, Володя. Нет, больше того, я знаю, что музыканты всего Советского Союза на тот момент считали за счастье. И многие ходили туда посмотреть, как должно выглядеть настоящее шоу. Настоящее искусство. Скажите, Александр, чем отличается ритм работы в группе «Самоцветы» от ритма работы в группе «Поют гитары»? «Поют гитары», да, этот коллектив, где я работал до «Самоцветов», ну, для справки, там, Александр Малинин в тот период времени работал, Аркадий Харалов, отличался тем, что города были только центральные, не очень долго, если с тем коллективом мы ездили месяц, бывало больше, и так захватывали там какой-то город и область. А здесь отличные гостиницы, великолепная аппаратура, лучшие площадки, условия, конечно, совсем другие. Вопросы в интернете вам спрашивают, с какого года вы играете на гитаре? Очень коротко ответьте, именно вам за этот вопрос, или зрительница? С 71-го. С какого года поете? С 72-го, наверное. Как поживают ваши дети, спрашивает телезрительница? Ну, слава богу. Сергей, вернее, спрашивает из Киева это все, да? Вопрос из интернета, еще много вопросов я не успею вам задать. 40 секунд у нас остается до выхода из эфира. Давайте все, что в жизни, просто кусочек. Кусочек, думаете? Конечно, как вам надо, так и оставьте. Да давайте, пожалуйста. Вырвали бы кусочек. Мир не прост, совсем не прост. Это для вас. Нельзя в нем скрыться от бур и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних влюк. И от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед и прошенных бед, Есть в мире звезды и солнечный свет.